Это пятиэтажки и лужи около них. Улицы превратились в реки. Идем в магазин искать дождевик. Ветер просто шкупали. В магазине девушки сказали, что к ним приходят темричане и что отключат сегодня вечером электричество, газ. И если будет продолжаться такая же погода, то отключат и завтра. Сейчас очень опасно идти под такими деревьями, потому что везде уже ветки попадали, и все это сносит. Так как мы сейчас находимся на возвышенности, то здесь вообще по минимуму воды. Но людей из нижних частей города, там где река Кубани, уже эвакуируют. Вовсю причем эвакуируют. То есть это не шутки. Это нисколько не шутки. То, что люди говорят, ой, это неправда, что вы преувеличиваете. Это вы, друзья, преуменьшаете. Преуменьшаете. А у нас, у нас здесь реально апокалипсис. Это очень страшно. В темрике ливневки работают и хорошо выполняют функцию. Посмотрите, какие потоки воды. И все они не на дороге, а здесь и утекают вниз. Так что, в принципе, все ок. Там, где они есть. Все, в городе раступили все дождевики и все свечи. Свечки даже. Ветки гнет, все ломает. В некоторых местах деревья повалило. В некоторых ветки. Детский утренник. Костюм. Мы нашли дождевик дома, но перед этим пробовали надевать пакет мусорный. Этот ливень уже назвали в интернете библейским потопом. Все ухудшает очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Он настолько сильный, что он просто чуть-чуть не сбегает в ногу. Это серьезно так. Эти дни мы запомним точно надолго. Вот она, река течет. Колодец, который бьет фонтаном. Да. Все идет вниз. По всей улице. Сегодня я ваш личный корреспондент из Темрюка. Который никто лучше не покажет весь трэш. Самый отважный только выходит сейчас на улицу. Как говорится, слабоумие и отвага. Мне уже писали с Темрюка, что у людей затоплены дома. Они звонят в МЧС. На что им отвечают, что если у вас затопит дом, вода зайдет в дом. Только тогда мы вам откачаем. А то, что вода заходит во дворы, это никто не сможет откачать. Покажу вам, как люди спасаются от воды, чтобы она не заходила во двор. Кладут вот такие вот мешки. Но это особо не помогает, как вы понимаете. О, это что, размыло? Да. Ё-моё. Проходи. Улица Володарского. Глубоко, да. Глубоко, да. Ой, да. Это, пожалуй, самая большая глубина на сегодня, которая была. Так, ну, вроде, сапогов не хватает, но их. Смотрите, куда вода стекает. Просто здесь уже озеро. Решили дойти до реки Кубань. Там, где низина и должно быть больше всего воды. И здесь реально очень много воды. Вот она, где эта вся вода. Вот они улицы, все затопленные. Все, у людей все. Просто вот оно. Это было то место, где я не смогла даже пройти в своих сапогах. Пришлось меня на руки брать и нести. То есть, вы представляете, какой уровень? Вот они дома. Вот оно все.